Всем привет! Спасибо, что снова зашли на мой канал о Сиа Лэнд. Не забудьте подписаться перед тем, как смотреть это видео. И сегодня последний день, когда моя любимая Дашенька, она в Праге. Поэтому мы оставили очень интересную программу на сегодня. Сейчас мы находимся на Лэтне. Это парк, очень красивый парк. Я всем советую сюда подниматься, потому что отсюда открывается просто невероятный вид на Прагу. Здесь видно 8 главных мостов. Чуть попозже я вас поведу туда, но вы это все увидите. Погода сегодня потрясающая. Сегодня середина октября, а очень жарко. Вы видите, что у меня открытые руки, потому что нереально тепло. Погода супер, все супер. Настроение тоже классное. Я до сих пор не верю, что Дашенька уезжает. И вообще сегодня будет очень насыщенный день. Вечером будем готовить еще креветки. Так что оставайтесь с нами. Я вам покажу все. Мы еще пока не дошли до основной нашей цели в этом парке. Очень многие фоткаются вот тут вот, потому что тут тоже открывается очень красивый вид на Прагу. А вот здесь вот постоянно местные сидят, пьют пиво, болтают, собираются компаниями, потому что очень красивый вид. Тут очень классно сидеть на свежем воздухе, тут недорогие цены. Поэтому так. Но это наша не основная цель в этом парке. Сзади меня сейчас находится метроном. Его высота 24 метра. Раньше на его месте стоял огромный памятник Сталину. Но 21 августа 1968 году, когда советские солдаты ворвались сюда на танках, с этого момента решили убрать памятник Сталину. Его взорвали и поставили метроном, который означает, что Сталины, они приходят и уходят. Время не стоит на месте. Чехия остается свободным, независимым государством. Вот так вот в этом месте. Видите? Тут такое маленькое место, где все сюда приходят и фоткают. Потому что отсюда открывается, наверное, один из самых красивых видов на Прагу. Просто потрясающе. Тут получаются офигенные фотографии. Продолжение следует... 14 августа 2002 году тут было сильное наводнение. И тут показан уровень воды, до куда доходил. Потому что мы находимся сейчас возле воды. Вон там вот Лутава. Лейла, покажи. Смотрите, Лейла 170 сантиметров. В старом городе? Нет. В Малостране? Да. Да. Подходим к пряничкам. И тут уже такой запах, смотрите. Пряники. Обязательно зайдите сюда. Вот, можете под чем-то такого, но они к вам помнутся, да? Какие? Смотрите. Продолжение следует. Взяли мы себе пряников, вот такой маленький пряник стоит 15 крон, а вон там вот писающие люди, вот тут и находится самая маленькая, самая узкая улочка в Праге, называется она Чертовка, принадлежит она ресторану, поэтому открыта она не каждый раз, она открыта с 11 и вроде бы как до 10 вечера. Там даже светофор, чтобы пройти, очень прикольно, вот сейчас город зеленый, люди могут с нашей стороны идти, так что будете на малостране, обязательно пройдите здесь. Пугаются, поэтому здесь, например, запрещено ездить на чем-либо. Спасибо. Спасибо. Вот он, танцующий дом. Там наверху находится еще ресторан, но, конечно, цены очень-очень-очень высокие. Я всем рекомендую идти вон на тот балкончик, где вы видите людей, потому что вход туда стоит 100 крон, а если вы купите напиток, то будет бесплатно. То есть напиток вы можете взять, например, за 45 крон воду и можете зайти. Поэтому как бы оттуда вид очень красивый, всем рекомендую. Я уже умирала, и мы очень долго спортом, потому что мы хотим также посидеть на летней террасе, но я уже не могу, я уже не очень хочу кушать. А если я хочу кушать, то это все. Я злая, у меня нет сил, мне трясутся руки, мне плохо. Спасибо. Спасибо. Мы заказали маргариту. Если кушать правильно маргариту, в правильном месте, то она будет очень вкусная. Потому что итальянцы, в основном в Италии, они кушают маргариту. У меня подруги итальянки, я раньше к ним ездила в Италию, и меня как бы узнало, что итальянцы кушают только маргариту. Например, такой пиццы, как Гавайи, у них вообще такой не существует, для них это абсурд. Есть пиццу с ананасами. Взяли маргариту, мы взяли салатик, у нас к этому вода. И еще какую-то пиццу с анчоусами. Поэтому как бы это все будем кушать втроем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова